Музыка Изменчивая и непостоянная, яркая и шокирующая, соблазнительная и сводящая с ума. Ее величество мода. Выглядеть роскошно и эффектно мечтает каждый, и это вполне реально. В нашей программе про моду вы узнаете о простых секретах стильного гардероба на все случаи жизни. Бабушки радуются, модницы сметают в магазинах. Интерес к накладным воротничкам в последние годы взбаламутил женские сердца. Каждая девушка, желающая выглядеть стильно, так или иначе примеряла этот аксессуар. А все началось когда-то с незатейливой полоски ткани. Их прообразом был накладной воротник с орнаментами еще у древних египтян. По рисункам на них можно было определить сословия хозяина. Затем он трансформировался в воротник-стойку на мужском костюме. И постепенно стал неотъемлемой частью наряда аристократов. Символом богатства и благородного происхождения. На Руси в то время был свой вариант этого элемента одежды. Его называли барма и носили поверх основного платья. Богато расшивали каменьями и золотом. Предназначался он опять же лишь для князей, бояр и царей. В эпоху Возрождения испанские модницы ввели в свой гардероб воротники под названием стюарт в честь шотландской королевы Марии Стюарт. Жесткий воротник стойко делался из тюля и кружева и величественно возвышался за головой. А в 16 веке был не менее популярен еще один странный воротник под названием фреза. Круглый, гофрированный и настолько жесткий и пышный, что вращать в нем головой было весьма сложно. Постепенно на смену стоячим воротникам пришли отложные, украшенные кружевом. В них щеголяли дамы и кавалеры. А в 18 веке англичане придумали фраг со стоячим отложным воротником. В 1827 году жительница США Ханна Монтегю в один прекрасный день пришла к простому решению. Чтобы сэкономить на стирке рубашек, она отделила быстропачкающийся воротник от основной части. Так началась эра съемных воротников. На протяжении 20 века они были актуальны и популярны у всех слоев населения. С лацканами и закругленные, волнообразные и с острыми концами. Их смело можно назвать информаторами моды, потому что воротнички напрямую зависят от ее последних тенденций. Накладные воротнички по-прежнему в тренде, однако и для него существуют свои правила. Носите их с максимально простой покрою, отделки и цветовому решению одеждой. Тогда и только тогда он станет главным акцентом в образе. Они смотрятся одинаково эффектно и с водолазкой, и с декольте, как ожерелье. Особенно уместны для таких образов воротники, украшенные бисером. Дизайн воротничка требует соответствующих аксессуаров. Например, к яркому и цветному неплохо будет подобрать такие же манжеты и сумочку. Украшения, серьги, браслеты, ободки со съемным воротничком сочетать можно, но они должны быть на порядок скромнее. Однако в этом сезоне воротник можно подобрать и к верхней одежде. Новый тренд – стеганы из плащевки на классическое пальто. Особое внимание белому воротничку. Он может разнообразить любое скучное платье, смягчить образ, придать ему романтизма. А усилит эффект воздушные рюши и оборки. Черный воротник добавит роскоши и элегантности. Он отлично сочетается с витерами и джинсами. Экстравагантно смотрится воротник из кожи. На особом месте – вязаные, ажурные в стиле ретро или объемные, напоминающие жилет или снут. Воротнички с острыми краями добавят образу строгость и официальность. Тренд этого года – вышивка. На воротничках она смотрится особенно эффектно. С помощью нее он превращается в настоящий шедевр. Еще один большой плюс этого аксессуара в том, что он позволит обновить старую вещь, вернет к жизни забытые платья и разнообразит ваш гардероб. Сегодня мода предлагает более тысячи вариантов накладных воротничков. Из кожи, шелка, кружева в стразах и классический белый. Эта деталь всегда на виду и играет огромную роль в создании образа. Главное – правильно подобрать его под общий стиль и линии лица. Если форма лица – овал, то подойдет любой воротник. При удлиненном типе лучше избегать узких воротников с вытянутыми кончиками. А вот для круглолицых такие – идеальный вариант. Если все совпало, этот небольшой аксессуар может полностью изменить любой образ, сделать вас неповторимой, яркой и особенной. Экспериментируйте и не забывайте – быть модным не значит слепо подражать. Совместив особенности своей фигуры, внешности, а главное – характера, с актуальными направлениями и тенденциями, можно создать свой особенный стиль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова